В школах и вузах учат, что нельзя критиковать власть. В мечетях говорят, повинуйтесь власти полностью, беспрекословно. Результатом этого прямого и корыстного умысла власти у народа Казахстана появился тиран. Этот тиран невежество. Этот тиран породил узурпаторскую власть. Партия Нур-Отан набрала до 35% голосов. А по подсчетам оказалось до 75%. Вон она так вышла. Это проделки власти, источник которой ложь. А это плевок в лицо народу. Это презрение демократии, свободы. Это похищение будущего народа. Это посягательство на счастливую жизнь. Это геноцид наций. И так, с начала 2000 года власть начала истреблять свободу слова, мысли. Известно, что когда притесняют свободу мыслей, народ начинает отыгрываться на свободе нравов. Тотальная коррупция в стране, кумовство, хищение богатств наций, продажность чиновников. И ненаказуемость, избежание ответственности за свои действия. Вот какой пример для подражания, демонстрировала для подрастающего поколения наша власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова